Ну и в продолжение темы мы пригласили к нам в студию наших уважаемых экспертов. Они являются одними из разработчиков поправок к этому закону о правовом статусе социальных сетей Николая Камнева и Романа Романова. Ребят, сразу же вопрос. А вот вы помните, как вообще закон-то это называется? 97-й федеральный закон о внесении изменений в закон об информации, информационных технологиях, связи. Николай Ущилов. Долго, я сразу не запомнил. Прекрасно. И главный вопрос, который меня интересует. Ребят, зачем? Вот что у нас, других проблем, что ли, в стране не осталось? Проблем полно, но этот закон, нужно понимать, этот закон уже существует. Не мы придумали закон. Группа москвичей, да, московских экспертов, московских политиков написали так называемый закон о блогерах. После того, как они его написали, выяснилось, что, во-первых, закон, ну, мягко говоря, не соответствует конъюнктуре дня. Трудно по нему работать, а кто-то вообще говорит, что он просто репрессивный. И сейчас группа петербургских экспертов взялась этот закон доработать, привести его в человеческий вид. Что значит закон, вот как говорит Роман, с человеческим лицом? Где это человеческое лицо? Как это человеческое лицо выглядит? Мы смогли дать такое определение блогеру, которое все без исключения люди, которые считали, сказали, знаете, да. Вот все с ним согласились. Оно очень простое. Блогер – это владелец аккаунта в сети интернет. Там, в социальной сети. Блогер – да, владелец аккаунта в социальной сети. И определение аккаунта мы тоже даем. В старой версии закона считалось, что это владелец сайта, какого-то там сайта в интернете. И когда мы обсуждали это с народом, мы все время слышали, вот вы объясните, у вас закон о блогерах. А кто такой блогер? Я блогер, ты блогер. Вот я блогер, не блогер, я не знаю. Аккаунт есть у вас в любой социальной сети? Есть, да. Все, вы блогер. Все, я блогер. Все, вы блогер, да. Так, хорошо, ну помимо того, что вы определитесь в терминологии, дадите эти определения. Вот мне, простому незамысловатому пользователю, который относится к соцсетям, я действительно так отношусь, знаете, как к стенгазете в школе. Пришел, почитал, что-то узнал нового и все. Вот что это мне даст? Мы видим так, первый этап – это просто уточнение понятийного аппарата, чтобы было понятно. Кому вообще применяется закон? А дальше мы уже видим несколько направлений. То есть одно дело – это реклама в интернете, потому что закон в первоначальной версии и его создатели всегда говорили о том, что мы даем блогерам размещать рекламу. Ну, она и так у них была такая возможность. Но сейчас мы просто хотим говорить о том, что реклама в интернете, она вообще должна разрешаться. И там множество отдельных вещей. Мы их обсуждаем. А я как блогер могу зарабатывать за счет этой рекламы? Конечно. Можете, конечно. Это я понял. Еще. А второе направление – это описать то, что социальные сети, ввести их просто в правовое поле. Потому что вот сейчас, например, государственные чиновники вообще не могут никак взаимодействовать с социальными сетями. Их просто нет. Вот эту вещь нужно исправлять. Если мы сейчас введем нормальный понятийный аппарат… Юридически нематериализована вот эта вот платформа. Да, да, да. Мы сейчас, по сути, создаем оптику, сквозь которую можно вообще на этот феномен посмотреть. Вот как. А потом, а потом, уже следующий шаг – это да, возможно, наделение блогеров какими-то правами, мы это обсуждаем. Возможно, какие-то дополнительные, так сказать, расширения, уточнения этого закона. Это все дальнейшие шаги. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну вот у меня за 47 лет жизни в этой стране сложилось такое устойчивое мнение, которое в свое время озвучил гениальный Виктор Степанович Черномырдин. Хотели сделать как лучше, а что не делали, все равно автомат Калашникова получается. То есть вот эти вот все правовые штучки, они закончатся тем, что меня слева-справа поставят флажки, и я ничего не смогу делать. Лишат меня свободы в интернете. Люди, которые создали этот закон, они живут в Москве. И как мы говорим о том, что люди из Москвы написали репрессивный закон. Его все уже так называют, все обсуждают. Мы хотим сделать так, что люди из Санкт-Петербурга хотят вдохнуть в этот закон новый смысл. Просто мы хотим сделать такие вещи, которые позволят людям раскрывать новые возможности. Никаких дополнительных ограничений в мыслях даже не сделать. Коллеги, ну вот еще один вопрос. Есть уже официальные факты, официально зарегистрированные факты, когда по отношению к каким-то действиям блогеров в соцсети применялись репрессивные меры. Как то? Задержание, вызов на допрос. Это что? Вот нет ли угрозы, нет ли угрозы того, что это явление приобретет более масштабные какие-то черты? Совершенно точно не приобретет. И как вы вообще к этим фактам относитесь? Да, совершенно точно не приобретет в связи с нашим законом. Я знаю об этих фактах. Они лежат в плоскости антиэкстремистского законодательства. То есть это или репост какого-то экстремистского материала, который... С явно выраженным каким-то радикальным экстремистским смыслом. С явно выраженным экстремистским смыслом по мнению суда. Давайте скажем так. В связи с нашим законом точно никакого ужесточения в этой сфере не будет. Но с другой стороны, ну откроешь, почитаешь эти соцсети, комментарии, ну волосы там становятся дыбом, там такое, столько злобы, желчи, ненависти. С этим-то что будет? Это же тоже надо... Вы там такую свободу сейчас дадите, так не остановишь их потом. Как говорил Макклюин в «Понимание медиа», он говорил о том, что любые технологии — это продолжение чувств человека. Вот нет ничего вообще в технологиях того, что нет в самом человеке. Посмотрите вокруг. Просто интернет сделал некоторые вещи виднее. Знаете, вот в лентах, где... Визуализировал и масштабировал какие-то настроения в обществе. Нет, 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 там добро. Вот как бы сделать так, чтобы люди только умные, мудрые, добрые мысли излагали в этой сети. Но этого не будет. Прописать это с срочкой в законе, было бы здорово. Если мы не найдем способ изменить природу человека, мы контент в медиа не изменим. Коллеги, мы накануне провели опрос в наших соцсетях, вы на своей страничке, вы, Роман. Вопрос звучал следующим образом. Влияют ли социальные сети на изменения вашей точки зрения? Каковы результаты? Результаты примерно 50 на 50. А, да и нет. Да, но я считаю, что те, которые говорят, что их мнение не влияет, они лукают. Да, с одной стороны, может быть, эти люди и лукавят, а с другой стороны, социальные сети очень меняют эмоциональный контекст. Понимаете, вы можете не изменить свою вот точку зрения на что-то. Я считаю, что вот это все равно зло. Но подсознательно меняются в сети уже вошли, уже начинают менять. Но сейчас социальные сети очень огрубляют и очень увеличивают силу эмоционального накала. Поэтому вас из умеренного сторонника или противника могут превратить в радикального. Согласен. Вот это, наверное, точно. Ну, абсолютно факт, что социальные сети все-таки влияют на точку зрения людей, а значит, меняют людей, а люди потом будут менять мир. То есть социальные сети реально сейчас воздействуют на окружающий мир. Коллеги, вот я сейчас каждому дам по листку бумаги. Вот, возьмите, пожалуйста. Напишите два слова, обозначающие смысл, который должен быть положен в основу вот этих поправок к этому закону о правовом статусе соцсетей. Вот на ваш взгляд, что это должно быть? Я тоже напишу. Давайте, Роман, с вас начнем. Пожалуйста. Так, ясность и права. Понятно. А где обязанности? Обязанности хватает. Обязанности? Ясность, прекрасно. Николай, радость общения, прекрасно. Ну, а я культура и уважение. Культура и уважение друг к другу, независимо от того. В интернете, в соцсетях, на улице, дома, на работе, культура и уважение. Потому что, абсолютно верно, Николай, заметили, интернет и соцсети есть продолжение нашей жизни, наших отношений. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях были наши уважаемые эксперты Николай Камнев и Роман Романов. Они являются одним из разработчиков поправок закону о правовом статусе социальных сетей. Мы обсуждали один простой, но очень важный вопрос. Какими будут социальные сети в будущем? Все, полетели дальше. Субтитры создавал DimaTorzok